Друзья, всем привет! Сегодня поговорим о новом украинском оружии, конкретно о самоходных артиллерийских установках Богдана. Но перед этим расскажу вам две важные вещи. Во-первых, еще раз поздравляю, нас уже 300 тысяч, и вы знаете, или может быть еще не слышали, что к этому рубежу я подготовил специальные подарки для своих подписчиков. Вот такие вот антисептики. От, видите, от кремлевской заразы, от коронавируса, от вируса короны Российской империи, от вируса короны на голове Уззеленского. В общем, это помогает, друзья, от всего. Поэтому в описании к видео расскажу, как можно получить этот подарок. Во-вторых, началось Евро. Уже прошел первый матч и прошел очень ярко. Ну а сегодня играет Бельгия и Россия. «Красные дьяволы», как их называют, Бельгия, вперед! Мы за вас болеем. И я, как совладелец нашей семьи, совладельцы такси-бонд, это есть мои декларации, мы организовали такую акцию для всех пользователей киевского такси-бонд и доставки еды в Киеве, бонд-еда. За победу Бельгии будет 50 гривен на счет каждому. Поэтому, у кого еще нет приложения, ставьте. И болеем сегодня все вместе. Ну и готовимся к завтрашнему матчу Украины с Нидерландами. Вы знаете, кстати, что украинская футбольная форма после всех истерик со стороны России будет продаваться по всему миру и с героем слава. И здесь мы добились своего. Ну на евро чуть-чуть будет все по-другому, собственно, на матчах. Но карта с Крымом там тоже будет, и это очень важно. Ну а теперь давайте к делу. Сегодня я хотел вам рассказать о украинском оружии и на его примере показать, что украинский военно-промышленный комплекс может развиваться и быть очень эффективным. Последнее, вот на широком лане в конце мая прошли первые части испытаний новой самоходной артиллерийской установки «Богдана», которая там практически полностью состоит, вот украинская, от начала и до конца, почти на 100%. И это очень серьезный проект, потому что удалось государству по заказу Минобороны изготавливать ее Краматорский завод тяжелого станкостроения. Кстати, в Краматорске работает Гончаренко-центр. Кто знает, приходите, ну и другие тоже. Так вот, в Краматорске, кроме Гончаренко-центра, есть еще вот этот замечательный завод. И он освоил производство вот этих установок, самоходных артиллерийских установок «Богдана». И на испытаниях они показали, что они способны бить на расстояние 40 километров, а с реактивными снарядами до 60 километров. Это один из лучших показателей в мире, друзья. В мире. Для сравнения, чешская «Дана» бьет на 25 километров. Которые, кстати, при Зеленском там хотели закупать, и там продолжается эта эпопея. Но это отдельная история. Так вот, чем закупать чужое, надо производить свое. В чем еще уникальность «Богданы»? Что это уже оружие, которое натовского стандарта. Это самоходная артиллерийская установка. Там ствол калибра 155 миллиметров, приспособленный для стрельбы снарядами натовского образца. И вот эти снаряды работают, наши стволы работают. И это показали испытания, с чем я всех вас хочу и поздравить. Это означает, что мы не только можем производить для себя мощное оружие, совместимое с нашими партнерами, но мы можем и продавать это оружие во многие страны мира. И уже сейчас начинаются переговоры в этом направлении. То есть военно-промышленный комплекс Украины – это и защита, это и рабочие места, и налоги, и имидж страны за рубежом. И наука, которую мы развиваем, поддерживаем инженеры, которых мы даем интересные задачи. Дальше мы будем сами производить этот снаряд. Это значит еще рабочие места. Ну и, конечно, это очень важно для перевооружения нашей артиллерии, ракетных войск. И поэтому всех вас хочу поздравить с тем, что этот проект, который начался в 2016 году, уже в 2019 году Богданы должны были пройти их уже госприемка окончательная и начать их уже заказывать для наших вооруженных сил. Но затянулось, ну как при Зеленском все немножко затянулось, связанное с армией. Там причина была именно в снаряде, в той одна из причин. Ну вот, все-таки, наконец-то, этот проект выходит и вышел уже на финишную прямую. И с чем я вас хочу и поздравить. Поэтому Украина способна производить мощное оружие. Уверен, что Украина способна побеждать в футболе. И Украина способна защитить себя от разнообразных друзей заразы. Подписывайтесь на канал, будьте со мной, участвуйте в конкурсе, побеждайте, получайте такие сувениры, регистрируйтесь, получайте в случае победы Бельгии 50 гривен на свой счет и двигаемся вперед. Держим строй! Продолжение следует...